Следующая секция открывает Андрей Сарнавский, Techens Group, с интригующим названием. Как залезть на вершину блокчейн-трендов, каких именно трендов, ну, наверное, связанных. Попрошу аплодисменты, Андрей, Андрей, микрофон ваш, 15 минут, из них доклад и вопросы тоже. Он работает. И кликер, прошу. Спасибо, спасибо. Всем привет. Очень рад выступать сегодня на этой сцене. Вот, вы знаете, я, меня зовут Андрей, как представили, я группа CEO компании Techens или группы компаний. Я думаю, что о нас вы слышали к минимуму одну из трех вещей. То есть, первое, мы девелопмент-партнер данной конференции. Второе, мы разрабатывали Space 7, наверное, слышали, да, это платформа NFT Marketplace. Вот, и мы разработали первый в мире продукт на базе Concordium, это блокчейн второго поколения. Вот. Очень кратко, очень кратко. Так, как переключено. Да. Очень кратко расскажу о нас. То есть, наша компания занимается всем, что касается блокчейна. Начинают идеи, разработки бизнес-концепции, доот-экономики и разработки своего продукта. Вот, у нас такой стенд там стоит, мы с вами сможем поговорить. О чем сегодня хотел пообщаться с вами? Мы блокчейн-эксперты, да, и я хотел бы поделиться с вами своим опытом. Хотел бы показать, как наша компания реагирует на те или иные тренды, да, или направления. И я понимаю, что в зале сидят, наверное, разработчики, да, возможно, сидят люди, собственники компании, которые разрабатывают свои продукты. Есть люди, которые хотят заминтить, продать какие-то NFT, да. То есть, мы с разных сторон посмотрим с вами на различные тренды. Тренды – это вещь такая достаточно субъективная. Вот. И здесь, может быть, возникнуть интересная дискуссия с вами. Ну что, готовы? Пойдемте. Значит, очень кратко, да, история развития блокчейна. Буквально в 79-м году Меркли, да, первую концепцию такую заложил. И мы видим, что в 16-м году пошло бурное развитие экосистемы. Я для примера подготовил вам несколько блокчейнов. Первый – Аваланч. Посмотрите, как развивается экосистема. Август 2020 года, 21 проект, да, Аваланч. Ноябрь 2021 – 285. Идем дальше. Полкодот, например. Слышали, не слышали? Июль 2020 – 101,370. Идем дальше. Солана – 10, мая, полтора года, да, по сути, прошло. 350. То есть тренд растущий, сумасшедший, я бы так сказал. Если вы в зале разработчик, да, какой могу дать совет? Если вы думаете, куда податься, пришли на конференцию, вам сюда. Количество проектов растет. Я, может, даже немножко пошучу. Есть такая концепция, что в разработке нужно как минимум раз в два года менять какой-то проект, чтобы расти технически и материально. Давайте поговорим о трендах. Я немножечко пресерчил. Хочу с вами поделиться. Значит, первый – это эко-тренд. Эко-тренд, я бы сказал, что, наверное, самый устойчивый в мире, самый понятный для всех. Да, все мы слышим эко, эко. Я читал в прошлом году репорт на следующую декаду, репорт UBS 2020-2030, да. Там такой ключевой месседж, что сейчас человечество переходит касательно эко от каких-то теоретических действий к практическим, да, потому что есть определенная точка невозврата. Поэтому есть большое количество компаний. Если вы хотите заходить, например, владелец компании, разработка продуктов, да, в это направление, то есть эко – очень хорошее устойчивое направление. Есть множество фондов, которые готовы инвестировать. Есть множество гранд-программ, да, которые готовы инвестировать в эко-продукты. Из нашего опыта, да, в теккенсе могу привести такой пример. У нас, наверное, один из первых в мире маркетплейсов, который рассчитывает, сколько CO2 тратится на минтинг одного NFT. Это, как оказалось, очень важно. Мы используем Proof-of-Stake технологию. Может быть, для кого-то будет непонятно, да, то есть Proof-of-Stake технология – это не та технология, Proof-of-Work, на которой работает там биткоин, этериум, да, которые там используют мощности компьютерные, да, для того, чтобы генерировать там новые возможности, вот. Эко, двигаемся дальше. NFT, да, NFT, сегодня конференция посвящена NFT, и что можем сказать про этот тренд? Наверное, взрывной, не всегда понятный для нас, не всегда можно объяснить словами, но очень интересный, очень интересный. И я думаю, что здесь такой прозвучит риторический вопрос, вы знаете, что стоит продавать лопаты или добывать золото, да, то есть это всегда, всегда такая дилемма у нас в голове, и когда есть какой-то там бурный развивающийся тренд, да. И я бы хотел, наверное, привести пример, как мы в компании Tekken, да, например, и если идем в добычу золота, то вот мы запустили Space 7 буквально на прошлой неделе, это было 23 ноября, и могу сказать, что в первый день, за первые несколько часов у нас был, ну, огромный трекшн, большое количество продаж. Что здесь могу посоветовать, да, то есть если вы планируете выходить с каким-то продуктом на рынок, обязательно инвестируйте в маркетинг, создавайте аудиторию, создавайте комьюнити, да. То есть мы раскрутили достаточно много каналов, в которых у тысячи людей, они заранее, они нагнетались, да, они ждали, когда же мы выйдем в лайф. Мы вышли с 600-минной коллекцией артистов известных, мировых, да. Есть много артистов уже, скульпторов, да, которые там заходят, они минтят, например, вот Кристиан Леменс, да, например, очень известный, там продает за миллионы долларов свои скульптуры. Вот. Что касается лопат, да, если, что касается лопат, нарабатывайте экспертизу. Вы слышали, наверное, про грант, программы, перед этим спикеры выступали, да. Сейчас в мире у нас, ну, например, в компании очень большое количество заказов из различных стран на разные кейсы NFT, да, где они могут применяться, там, билеты какие-то, еще что-то, еще что-то. Вот. Поэтому тоже welcome, наращивайте экспертизу, проектов всем хватит. Двигаемся дальше. Финтех. Посмотрите, что мы можем сказать о финтехе, да. Наверное, это самая востребованная индустрия. 46%, посмотрите, по сравнению с другими, да. 46%. Из опыта нашей компании, наверное, большинство проектов в портфеле составляют финтех-направление. Если вы заходите в финтех, если вы заходите в финтех, обратите внимание на регуляторные барьеры, да. Мы сегодня говорили об этом. 48%. Lack of trust тоже важно, да, тоже оно рядышком. То есть если вы разрабатываете продукт для кого-то, да, для ваших клиентов, обратите внимание, какими технологиями вы пользуетесь. Это очень важно. Опять же таки, если вы хотите, чтобы ваш продукт, он работал в белом поле, да. Блокчейн, к сожалению, сегодня он по ту сторону, да. То есть это либо черный, либо серый такой, мир на грани. Из опыта, что я могу сказать, мы используем Identity Layer. Ну вот, Concordium сегодня прозвучал. Почему я где-то повторюсь? Потому что на сегодняшний день это единственный блокчейн в мире, который позволяет использовать KYC, Identity Layer, да. И мы четко понимаем, кто сделал транзакцию. То есть если ваша аудитория, да, и кому вы хотите, чтобы пользовались продуктом, действительно это для них важно. Я еще такой, может быть, скажу момент. Очень большой объем капитала в мире, он сосредоточен в различных фондах, в различных компаниях, которые не могут, да, из-за регуляторных требований зайти в блокчейн. Это, ну, ключик, ключик к успеху. Если вы разрабатываете свой продукт, какой совет могу дать, да, вы разрабатываете свой продукт, очень внимательно смотрите на ту страну, в которой вы будете регистрировать этот продукт. Пример такой, мы, вот один из наших продуктов, мы думали, а где же в Мальте открывать, например, да, там, в Швейцарии мы там ресерчили. Мальта, казалось бы, такое поле для развития блокчейна. Но регуляции меняются очень быстро, в течение месяца вы можете оказаться вне закона, да. В Швейцарии, например, там может быть все очень медленно, но за полгода вы понимаете, что законодательство, в какую сторону идет законодательство, какие выходят законопроекты, да, вы можете построиться. Есть поле для действий. Хорошо, давайте двигаться дальше. Пять минут, Андрей. Понял, все, улыжусь. IoT, 50 миллиардов девайсов, да. Я был на мировой конференции по IT-безопасности, и вы знаете, это тренд номер один, да. Умные дома, то есть есть доступ к камерам, ринг взломали, смарт-ТВ, все слышно, да, о чем идет разговор. Автомотив, self-driving cars, да, очень важно. Вопрос безопасности номер один. Двигаемся дальше. Health care. Ну, наверное, еще пару лет назад никто из нас не предполагал, да, что можем сидеть где-то в зале с сертификатом, где можно зайти. DIA, к сожалению, не работает на блокчейне, но вы знаете, сейчас, наверное, самый востребованный продукт в мире, да, это вакцина после воды, наверное, да. Есть, как оказалось, очень большое количество поделок, вот, большой объем, и с этим надо как-то бороться, то есть блокчейн здесь тоже выход. Давайте с вами подсуммируем тренды. Эко, ну, как мы его назовем, наверное, самый устойчивый, понятный, может быть, где-то скучный, да. Если вы хотите интереса NFT, вам сюда, да. То есть это бурно растущий тренд, не всегда понятный, но он очень сильно развивается, это хайп. IoT, ну, наверное, это самый такой тренд, основанный на доверии, да, но здесь вопрос безопасности. FinTech, самый востребованный. Хотите трекшена, хотите проектов, вам сюда, но не забывайте про регуляторку. Health care, ну, наверное, самый актуальный для нас всех. Хорошо, друзья, я думаю, что у нас осталось несколько минут, я буду рад ответить на вопросы, я подготовил вам небольшие подарки, там такие чашки красивые, три в одном, там, с крышечкой, сможете получить их на стенде. Буду рад ответить, наверное, мне организаторы помогут, да? Да, безусловно, у нас есть три минутки на вопросы, ваши руки. Кто был первый? Кто был первый? Здравствуйте, задам мой личный вопрос. Какие три книги на вас повлияли, как личность? Спасибо, очень интересно. Ну, наверное, Радислав Гондопас «Полноценная жизнь», Оскар Хартман, «Делай просто, просто делай», и, наверное, «Бодешевер» «Первый миллион за семь лет». Спасибо, хороший вопрос. Прошу, следующий вопрос здесь. Я, давайте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по поводу регуляции, где лучше регистрировать компанию, в принципе, если вы связаны с финтехом и конкретно с NFT? Конечно, хороший вопрос. На самом деле я бы исходил, наверное, из цели, которую вы преследуете. То есть, исходя из цели, исходя из твоей аудитории, исходя из того функционала, который вы будете делать, потому что продукт можно зарегистрировать даже в нескольких компаниях. Какой-то функционал один зарегистрировать, к примеру, в Люсибурге, потому что есть там законодательство соответствующее. Какой-то функционал вы можете зарегистрировать в Швейцарии, какой-то там на Мальте, условно говоря, или в UK. А если конкретно, допустим, мы NFT-креаторы, которые будем, получается, минтить на эфир-блокчейне, получаете деньги в эфире, соответственно, потом их надо будет выводить, так далее, и тому подобное. Конкретно мы интересовались Люксембургом, и нам там предлагали под 17% от прибыли чистой. Но, как вы понимаете, прибыль чистая, если ты не выводишь крипту, то ее, собственно говоря, нет, потому что компания является неактивной. Правильно или нет? Смотрите, у меня предложение такое. Мы можем с вами поговорить, потому что очень такой субъективный вопрос. Можем конкретно по странам, по регуляторике подходить. С удовольствием. Доброго дня. Я бы хотела вас запитать, а чему у вас есть интерес в том, чтобы подкласти ID под каждый wallet? Чему вы хотите сделать KYC для всего? Мне кажется, что в этом был и прикол блокчейна, в том, чтобы не было этой айдентитии. Тобто, будь-яка людина, будь-хто может сделать будь-якую транзакцию, не имеет привязки к этой личности. Чему вы пытаетесь додать эту часть ID в процесс? Потому что это сейчас часто ускладывает. Дуже много людей не хочет проходить этот процесс KYC, потому что это, по сути, додает твою айдентитию, коннектит тебя до воли. Спасибо. Понял. Хороший вопрос. На самом деле, смотрите, вопрос аудитории, с которым мы работаем. То есть для нас это важно. И мы наши продукты делаем полезными для общества и для тех людей, для которых важно KYC. То есть очень важно, чтобы твои деньги остались на твоем кошельке. Очень важно, чтобы NFT, который ты купил, оно принадлежало тебе. То есть мы вот за это. То есть, конечно, есть там другая аудитория, которым важно анонимно перевести деньги. То есть это не про нас. Друзья, хорошо, это был, наверное, последний вопрос. Верно. И аплодисменты заслушанные Андрею Зарновскому за энергию. Он здесь, можно поспрашивать его еще за пределами сцены. Я, наверное, приглашу, кто задал вопрос, и жду вас на стенде. Всех, кто задал вопрос, и подойдите, пожалуйста, к стенду. Спасибо. Андрей, и получите ваши подарки. Мое глубокое убеждение, что NFT как инструмент является ничем иным, как строительными блоками. Sort of roadblocks, not sort of block, building blocks from metaverse. Видите, я уже перехожу на английский, потому что с этой гипотезой полностью, я думаю, согласен наш следующий спикер. Прошу любить жаловать. Аплодисменты, друзья. Аплодисменты, друзья. Филип, 15 минут. 15 минут for all speech and questions, please. Can I take an hour, please? An hour? Now. We have no agenda. This will be the second talk in English today, so hopefully everyone can follow me. But it's funny because I haven't heard many discussions or topics about metaverse, and this is, in my opinion, the most exciting space to be, and I think everyone in this room right now is part of the next evolution of the internet, which is going to be amazing on so many different levels. But what does that mean, really, for the NFT? First, let's debunk what the metaverse is. There's a lot of debate currently happening right now about what the metaverse is. People say it's virtual reality. People say it's games. People say it's finance, decentralized finance. People say it is an interoperable ecosystem of multi-chain, multi-opportunity. And for me, the most important part or attribute is decentralization of wealth and ownership. Now, to get into this space, you need a doorway, a gateway, so to speak. This is where a marketplace is essential. What I mean by doorway is that everything within the metaverse will need to be minted somehow. Now, what is it to mint? Basically, to take a digital asset and create it or imprint it on the blockchain. Now, when you have minted an NFT, it becomes available in an ecosystem, depending on the chain that you're developing on. But the future will be multi-chain. So wherever you're going to be developing it, be it on Concordium, which we've chosen to develop our software on, be it on Solana or Ethereum, these will all coexist. They will all become entwined in the near future. Interesting topic early on about Facebook's name change to meta. I think personally this was one of the greatest, most significant movements or times of late, especially when it comes to thinking about Mark Zuckerberg's strategy. They bought Oculus, which is the virtual headset, about eight years ago. So they knew this was happening. Now, for me, this is also a point that Lars brought up early on, was decentralized ownership. It's going to be very interesting to see how Facebook approaches decentralized ownership. So basically, when it came to social media, which was Web 2.0, okay, this was the decentralization of information. So from publishers, Web 0.1, where a publisher would broadcast a message. Then the next evolution was Web 2.0, where everyone became a publisher themselves on social media. Web 3.0 is the decentralization of ownership and information and wealth. But you need a marketplace to get in there. Okay, so a few truths about NFTs right now. Immutable ownership. So once you have minted and have gone through the process of KYC and taken the ID into ownership, that is immutable. It's forever going to exist on the blockchain. There's often an argument or a fun take on, why don't I just screen grab an NFT? Now, that's obviously rubbish because someone can so easily prove the ownership of that NFT. And I don't know about you, but I don't exactly want to be pulled into that circle in a public forum. Infinite royalties. This is something that's going to be incredibly exciting, especially for the people in the room right now in terms of creators. So imagine being able to live in this world where you're passively, constantly earning income for your work that you've created. That is your intellectual property, your creative right that will always come into you. So the infinite potential of earning and royalties will always be there. Decentralized governance. This is, for me, something of a passion point. Something has gone wrong with society. There's no doubt about that. We're being forced into cages. We're being forced into, you know, isolation. The pandemic has obviously pushed us into this even further. But what this does is it gives us all a potential of owning ourselves, owning our identity, owning the real estate, owning our individualization and determining our own success. Communities are so important behind NFT projects. I often get asked the question, how do you determine which NFT project is going to be successful? Now, that's a million dollar question. There are so many NFT projects out there, right? So many. How do you choose? Where do you start? For me, I always look at the community. I look at the bot activity. I look at the authenticity of the audience, the conversation that's going on. I look at the team behind the project. I look at, obviously, the blockchain that they're building on. And I also look at the fundamentals. Now, do they push the token price? This is something that I really don't like about blockchain. Push, push, push token price. Then that suddenly becomes the northern star of the project. Then everyone goes, okay, well, if I make this announcement, I'm going to push my token price up. Okay, cool. Then I can liquidate. And then go into this perpetual cycle. That's the wrong fundamental. You need to build a strong governance. You need to have regulation in place. And again, this is why we've chosen to build on the Concordium network. The need for a marketplace is irrevocable. Okay. So to get into the future of the internet, it's not if it's going to happen. It's when it's going to happen. There's an argument right now. It's already underway. Okay. There are metaverses out there that are building the most incredible experiences. You've got Decentraland, you've got Sandbox, Decentraland sold two pieces of land recently for $2.5 million. This is a digital piece of real estate for $2.5 million. It's incredible. Two days or three days ago, a yacht, an NFT yacht was sold for $160,000. Now we're having an internal discussion about this because I think it's incredibly exciting. Remember the days before the pandemic when we would go and explore ourselves and we would go on to boat parties and we would have fun and all these sort of things that we weren't fear-driven? Now, having ownership of a yacht like this, the potential is infinite in terms of the amount of income that one can generate from ticket sales. Now, the reason why I say it's infinite is because the metaverse is not going to be governed by physics. It's going to be anything that our imagination and creativity can push us into. So there is no cap that one will look at when looking at ticket sales. $160,000 is a bargain, I think. I think they're going to make that in one or two events easily. How will the metaverse be impacted by NFTs? So there was a very, very cool question early on about restaurants. How can restaurants participate? This, for me, goes way beyond even just ticketing. This goes into the potential of having a virtual representation of a restaurant in the metaverse. Now, we're going to spend much more time in the metaverse. There's no doubt about that. I mean, we're going to go through phases. We're going to go through more lockdowns and all that sort of thing. It's going to push us into further inside the metaverse. But you still want to have that element of social, being a social being. We are social. We are led by our communities, and we feel secure in numbers. Now, that's interesting because imagine being able to go to a movie, watch a concert, go to a restaurant, and all of this is happening in the metaverse. Now, all of this experience, all these different touch points, the food that you eat, the building, the branding, all of these different components are going to be NFTs, a non-fungible token. You'll get this. You're artists. You're getting into the space. Services. Now, everything from an NFT can be commoditized. You can sell. You can buy. You can trade. You can offer it as a third-party service. I know metaverse that is building a retail environment, and they need people to actually curate the shopping experience, right? We're looking for creators on our platform on Space 7, so someone that's going to go in there and offer their services within an NFT community. So not only are you going to be earning income from an NFT perspective, your asset, but actually you will be able to commoditize your services within the metaverse. Now, I don't know about you, but I would rather be in the metaverse, be anyone that I could possibly be, than flipping burgers somewhere in McDonald's somewhere. But that is limited to our creativity and our imagination once again. Fragmentation and decentralization of wealth is going to be absolutely key to this, and this is what excites me most and foremost about anything that's happening right now. The systems that we have been exposed to for the last 80 years has always centralized and controlled finance, leaving the dispersed, leaving impoverished minorities out there. What NFTs does is it provides a real earning potential for smaller communities, for everyone to share in that potential wealth creation. Now, for me, I don't know about you, but every time you interact with a bank, you are charged a percentage. To go into a bank, you are charged. To engage, for them to hold your money, you are charged, which is ridiculous, right? This leads me to decentralized finance. I'm sure that everyone understands what finance is to a degree, but what is decentralized finance? Decentralized finance is exactly that, where everyone is playing an active role in participating in wealth creation. Now, you can do this through staking, liquidity pools, yield farming. These are relatively new terms. It's only really come around in the last year or so, but we were having a discussion early on with a very exciting fashion label. We were talking about yield farming and the percentages that one can earn. Five minutes, Philippe. I told you, an hour. Okay. So, some of these APRs, these annual percentage rates that these DeFi projects are earning are sometimes 30% to 300%. Now, look at an average bank right now. What are they charging you? Or what are they giving you back, rather? 1% interest? That's not even inflationary. But these yield farms, where you can actively stake, participate, and earn up to 300% by doing nothing? To me, that's a no-brainer. Okay. So, the importance of community. I have spoken about this very early on in the discussion. But remember, community is at the heart of what we are. We are human beings. We are social. So, when joining a project, look at the community. It's very important. And the community is, they will be the owner of the project. And they will have input on the strategic imperative of the design of that project, which is very exciting because everyone is going to be able to say, Hey, Tim Cook, I don't like the latest Apple design. Can we change it? Theoretically. Okay. Gamification of life. I think this is also very exciting that, you know, we live sometimes mundane lives. It's winter. It's cold. We go to our jobs. We wake up. We get into routine. Now, within the metaverse, we can gamify everything. And through gamification, we can earn. We can have fun. We can play games. We can earn points. Points are tokens. Tokens are worth value. And then, again, create wealth. Very important that I wanted to end on this point is KYC. Now, we know that the metaverse is the future, right? Now, to be KYC or know your customer, it's basically to verify your identity through biometric readings. So, you submit your passport or all that sort of thing. The face is the most important part of biometrics right now, limited to our technology. Now, with all these apps about face swaps and what your kids will look like and all these sort of stupid apps on your phone, don't do it, please. Because all you're doing is you're giving your biometrics to a database that is selling your data to third parties. And this is another reason why we've built on the Concordian blockchain, because it's ID at protocol level. We are very, very passionate about ID protection, regulation. All right. So, thank you. I know I went over time, but it's an exciting topic. I want to do an experiment, if you will. First of all, I'm going to take a picture of the room, okay? I'm going to put it onto Space 7. You guys all need to register as an account, and I'm going to open it up to auction, right? And then all proceeds will go to a charity. Is everyone keen on that? Okay, but you have to set up a Space 7 account, huh? Okay. Now, get the lighting. Okay, guys, let's look alive. Put up your hands, scream or something. On three, scream Space 7. One, two, three. Space 7. Awesome. Okay, I'm going to put it onto Space 7. We're going to auction it, and all proceeds will go to charity. So, set up your account, download the CryptoX wallet. I have to shill it, right? Excellent. Excellent. Your applause is to Philip. And we've got a couple minutes for questions. Who of you are your first? Hi. Hi, Philip. It's Anne. I already did that. Yeah, good, good. Today. I'm interested in two lines that you mentioned. It's immutable ownership. Do you mean that if I'm an immutable owner, I cannot resell my ID? No, not at all. I'm sorry, my NFT item. No, absolutely not. No. So, immutable is through the sale, through the transaction. So, if you're the original creator or owner, you will sell that, and that ownership will never be revoked. So, you can sell that to whoever's buying it, and that ownership then is transferred. Immutable means it cannot be changed. So, it's proven. So, if someone steals your work, which is also something that we're running on Space 7, fake art is going to be a problem. So, one can verify that through the blockchain. Immutable means I can go to the blockchain, and I can identify and prove ownership. Thank you. And an infinite roll. Yes. How does it happen that I get some, like, commission from my art all the time? It's built into the smart contract. So, this is the next evolution of smart contract design. But basically, on Space 7, you can dictate or choose your own royalties that you want on the secondary market. So, Space 7 is the primary market. The secondary market is someone's taken your NFT, sold it on a secondary market. Every time that transaction happens on a secondary market, you, the originator, will get a percentage of that sale. Excellent. We're out of time. So, thank you, Philip Mostert, for your... Thank you. ...applauds once again. He is here. You may ask a question you didn't ask before. Shall we continue? We continue to get into our practical use block. I hope I will name it correctly. The name of the next speaker is Ladislav Tekash from Skinflip and Skinflip NFT Gaming Marketplace. Your applause is your applause. Ladislav, will you speak in English or Russian? I'm speaking in English. Okay. So, proceed. You have 15 minutes for talk and including questions, if you want. Yeah, of course. So, let's start. My name is Ladislav Tekaut. I'm the CEO and founder of Skinflip. I'm also known as NFT underscore collector on Twitter and degenerate ape number 5178. Looks rare, right? Anyways, I'm here to talk about NFT gaming and what we're doing in this space with our marketplace Skinflip. So, I think it's pretty safe to say that everyone here plays video games or have played video games before. Now, okay, it shuts down. Anyways, the gaming industry is growing every year. It just doesn't seem to stop and it's growing exponentially every year. Now, some of the most known video games are multiplayer online arenas, PvP games, role-playing games, and so on. And some of the most successful games in this genre are also the most watched ones on Twitch TV, for example. I'm not going to name any names, but I think we get the gist. Now, if you examine all of the most successful games in this genre, we see they have one thing in common, and that's game economy. Now, game economy works a little bit different in every game, but something they do have in common. They offer customization or accessories for the characters played in the game. Now, millions of dollars are spent every day and go directly into the developer's pocket. Now, it all seems right. This has been going on for 10 years now, but is it right? I mean, the developers just stack the cache, and that's it. Now, what happens with the gaming items or the accessories or customizations that the users buy, and then they decide they want to move on to another game. They don't want to play this particular game anymore. Well, the gaming assets are basically stuck. They can't move them because they're only native to that platform, and it stays on the platform forever. However, there is no way for the user to get anything back for his initial investment in that accessory or gaming item. Now, that is where NFTs offer a solution. NFTs are easily verified, transferable, tradable, and so on due to the magic of blockchain. Now, there are three different types of users that interact with NFTs. This is the collector core loop. The collector is the first one. So, a collector just buys an item in exchange for his currency and just keeps it forever. He can play the game. He mostly doesn't. He just keeps... He's a long-term investor because he thinks the price is going to go up. Now, the second loop is the player loop. This is the most popular one. A player buys an item, uses it in game, and then sells it when he's done with it. And the loop, again, goes from the beginning. And the last loop is the trader loop. A trader just buys and sells items. He's in it for the money, basically, for the profit, buy low, sell high, that's it. Now, here is a chart for USD sales for gaming NFTs in 2021. As you can see, sales are increasing exponentially. One of the main reasons for this is that big gaming studios like EA Games and even Ubisoft have revealed plans to develop NFT video games. Now, this started sort of a mind shift in investors and also players. They saw if these gaming studios are making NFT games, we need to invest and start playing the ones that are already on the market. Thus, demand skyrocketed. Like I said, NFTs can offer a lot to gamers. And since most NFT games have been in development for three years now, the user experience has really got good. Even people that are not familiar with blockchain technology can use it without a hitch. Now, a user just plugs his wallet, connects his wallet to the video game, and that's it. He can already start playing with all the items that are in his wallet. Then there's another option for the traders. A trader can just connect his wallet to a marketplace and start buying and selling gaming assets. That's where SkinFlip comes in. With SkinFlip, we are developing a multi-chain, hybrid, gaming-focused marketplace just for gaming assets, basically. So, let's go through the words. What's a multi-chain marketplace? That means we're going to support multiple blockchains because we know that on all of the blockchains, there are really nice developments of video games that will use NFTs. What's a hybrid marketplace? Well, a hybrid marketplace basically means it's centralized and decentralized at the same time. We know and expect that this industry is going to grow, and so will also there will come legal issues with this. So, on the centralized marketplace, a user will just connect with his SimplyF account, do KYC, and have everything at his disposal. On the decentralized part, a user will have to connect his wallet natively, and then that's it. The decentralized part is not going to have that much liquidity, but we do not want to limit any of our users that can use the platform as they wish. Now, we wish to offer our users a lot with our marketplace. Here's a little sneak peek. You can see that we want to have plenty of liquidity and advanced trading analytics. Besides that, we want to offer our users a place where they can discover new and exciting video games, which they can start playing right or immediately. Second thing, we want to offer a secure environment for trading these gaming assets. Third, we want to offer a multi-chain wallet for these gaming assets. Also, the most important thing we're going to offer is an education platform where every user will learn about the wonders of NFT and DeFi technology, and we want to make everyone realize that NFTs are the future of video games. Now, there will be also some other perks with SkinFlip native NFTs and the SkinFlip DAO, but I'm going to talk about it a little after. Now, the marketplace has been developing for about a year now. We're fairly far in our development process, and that's why we're looking for early adopters and early supporters of the project. That's why we also decided that we're going to release our very own SkinFlip NFT collection that's based on our marketplace's mascot, Flippy, the turtle. Here's a little sneak peek. So, our artists actually really did a great job, and we can't wait to reveal the entire collection to you guys in the future. So, what's the SkinFlip NFT collection? The SkinFlip NFT collection is basically a utility token for our marketplace. How to explain that? I think the best explanation for this would be that we all know crypto exchanges. We all know which crypto exchange is the biggest. What does it have? It has a utility native token, BNB. Right? All right. So, we just basically wanted to do that, but on an NFT marketplace. An NFT marketplace needs a utility token in a native NFT collection. It just makes sense. So, how's it going to work? So, for every SkinFlip NFT, for every turtle, you get and you connect the wallet to the marketplace, you will be able to stake it. Once staked, you will automatically receive a trading fee reduction. Also, while staked, you will receive passive income in the form of the SFX token. The SkinFlip Turtle NFT collection will also provide access to the SkinFlip DAO and early marketplace access to all the holders. Also, there are, of course, future SkinFlip products in the game and full IP rights to the NFT artwork. Now, let's talk about the SkinFlip exchange token for a little bit. You might wonder, why do we need a token if we already have an NFT collection? Well, the NFT collection needs more incentives and only offers a part of a reduction for the marketplace fee. Even the marketplace fee reduction will be based on the rarity of the NFT, but even the rarest NFT will not provide you zero fees. That can only be obtained through the SkinFlip exchange token, or SFX. So, a user will passively accumulate SFX through staking his SkinFlip NFT on the platform. And once he claims this token, he can use it to buy or offer to buy items, gaming items, on our platform for zero fees. We will also offer additional incentives in the form of DeFi staking and farming. This is to disincentivize selling and incentivize holding of the SkinFlip exchange token. Three minutes, Lovislava. Three minutes. DeFi at its best. So, like I mentioned, we are fairly far in our development process, and now we're looking for early adopters. At this time, I would like to welcome everybody to join our Discord channel, where all the debate is happening, and participate in our initial NFT offering on December 22nd. More info is available on our website. You can contact me at any time on my email, and we post some good memes on Twitter as well. We have a couple of minutes for questions, and let's start. Hi, Vladislav. My name is Matvej. I saw the items from the game KSGO on your market. Can you tell me how this will work? Because Steam ban all users who sell their items on other marketplaces. Well, Steam does ban users for illegitimate sales. There are numerous trading platforms. I'm not sure if you're familiar with it, like CS Money, SkinBay, and so on. So, that's one of the perks of our marketplace as well. Like, we're going to offer KYC on the centralized part, so everything is going to be legit, and thus connecting both traditional gamers, like the Steam players, you know, like CCSGO and Dora2 items, and also NFTs. Like, we want to bridge the mind shift of traditional gamers, and we want them to start looking at NFTs as the future. I hope that answers your question. Hello, thank you for presentation. I have, actually, two questions. The first one is you mentioned educational project that you plan, how it should look like. And the second question is that you mentioned zero-fee transactions on your platform. So, what is your monetization then? All right. Good questions. Yeah, so the education part is going to be done on our website, on our Twitter. We're going to prepare guides and lessons for our users to learn more about how NFTs work in gaming, and we're going to teach them, basically, that's the future. You want to own your item. You don't want the item to be owned by the game developer, right? That's the education part. The second, you ask about the monetization for zero-fee transactions. Well, that's only going to be done for trades with the SFX token, and the SFX token is going to be passively missed through the NFT collection. So, basically, we are selling the NFT collection, and the NFT collection is going to have a perk in the SFX token. We are going to monetize that by having a lot of users that want to trade a lot, and by other transactions. I mean, we know that adoption for the SFX token might take a while, but zero-fee transactions do sound quite all right, don't they? I'm very sorry, we have no time for questions anymore, but you may ask Владислав the outside of this hole. Please give you one more applause to Владислав. And we are proceeding. We continue. And on the stage, the lady appears. Before she appears, I will tell you that in two hours, the VIP room starts the workshop from the main partner Conference.NFT, Space 7. So, I understand, on the minting NFT. На сцену поднимается Таис Подо, называет себя Art Curator, и она будет говорить про то, как экосистема и крупные игроки создают все то, что мы называем экосистемой. То есть, прошу, у нас 15 минут, я предупрежу за 5 минут до конца. Картиночка уже переключается. Вот так вот. Всем добрый день. Презентация планировалась пойти по одному, но сейчас от нее останется только одна картинка. Я не знаю, ли вы что-то видите. Я пришлю эту картинку потом в общий чат. Речь идет об экосистеме и о системном подходе. В данной ситуации мы будем обсуждать с вами рынок NFT-арта, рынок искусства, который обслуживается инструментом NFT. Почему сегодня эта тема? Потому что уже прозвучали вопросы, нужны ли юристы в системе? Нужны ли кто-то еще в системе? Мы децентрализованные, нам никто не нужен. Мы все криптоанрахисты, мы за свободу, за централизацию, за все, за все, за все. И тем не менее, есть объективные вещи, есть эволюционные вещи, которые существуют так или иначе, их нужно учитывать. О том, как это все помирить, о том, как все профессии нужны, важны, как всем взаимодействовать, чтобы эта система работала с учетом децентрализации, с учетом возможностей технических, и все получали как бы win-win strategy и максимизировали свой позитивный результат от нахождения в экосистеме. Собственно говоря, это как бы задача всех основных игроков. Значит, о чем мы сейчас говорим? Перед тем, как мы начнем рассуждать эти детали, хочу сказать следующее. Дисклеймер. Это вот описанная картинка для рынка искусства, для рынка игр, для гейминга, она будет выглядеть немножко иначе. Для collectibles она будет выглядеть немножко иначе. Если вы используете NFT для покупки и продажи авиабилетов в перспективе патентов, недвижимости, она у вас будет выглядеть немного иначе, но суть останется та же самая. Любое, скажем так, есть индустрия, NFT это инструмент, любое применение NFT в индустрии требует системы, и это экосистема, которая зависит не от одного игрока, не от двух, а от многих. И этим игрокам нужно научиться взаимодействовать, найти оптимальный способ. Теперь по поводу NFT-арта. Сразу говорю, я употребляю иногда это словосочетание, но подразумевая, что NFT-арта не существует, это не жанр, не вид искусства. Это исключение, тот арт, который был токенизирован, и для него существует как бы NFT, которое тем или иным образом связано с определенной с определенной артворкс. Когда мы говорим, что мы продаем с помощью NFT, чаще всего у нас в рынке искусства это digital art, и это крипто-арт. Давайте различать. Что я подразумеваю по digital art? Это цифровые работы, которые можно иметь в цифровой форме, только в виде файла, то есть это дематериализованный объект искусства, только в виде файла. Что такое крипто-арт? Крипто-арт с точки зрения распределения классификации искусствоведения, это вид искусства, в котором применялась крипто-технология. То есть пример у нас простой, это, например, Мэтт Кейн, который сделал артворк, в котором много лейеров биткоина, каждый день выглядит как-то по-новому, в зависимости от курса. То есть у нас что? У нас есть смарт-контракт, который привязан к объекту искусства, то есть непосредственно не было бы смарт-контракта и блокчейна, не было бы этого piece of artwork. То есть здесь был конкретно блокчейн-технология использована, и это мы можем называть крипто-артом. Если мы возьмем проданную работу Бипла, крипто-арта там нет в чистом виде. Это digital art, проданный с помощью NFT. То есть чтобы мы понимали, кто есть арт. Есть еще дальше такое, является collectible art, является ли арт, может ли он как-то быть сравним с collectibles. Это отдельная тема, это кураторские всякие вещи, искусствоведческие, об этом можно спорить. То есть это просто не сейчас. Это важно. И, собственно говоря, не все эти институты, не все эти актеры уже развиты, поэтому частично мы сейчас будем говорить о том, кто в каком состоянии. Итак, вот еще важный момент. Мы говорим про арт. Арт – это not normal good. Это очень важно понимать. Это ненормальный, необычный товар. Это то, что называется в классической теории экономики «weblin good». То есть есть такой у нас экономист в прошлом Тверстон Веблин, и он описал нам, как работает рынок продуктов роскоши. То есть в чем его фишка, этого рынка, это тоже очень важно понимать, потому что вы не можете сравнить арт, например, с какими-то games NFT и еще с какими-то NFT, и с патентами, и с билетами. То есть это «weblin good». Что означает? Когда цена на такой товар растет, спрос на него не снижается. Более того, там цена с какого-то момента становится очень неэластична. Она идет вверх, 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 а спрос не падает, не падает, не падает. Кроме того, если, например, у людей повышается какой-то достаток, они могут позволить себе купить какой-то piece of art, и он очень дорогой, и этот достаток у них будет сохраняться, они не пойдут больше покупать дешевый, просто потому что у него упала цена. Ну, самый простой пример. Если вы собираете там условно коллекцию Рембрандта, вы не купите вместо него какой-то contemporary артиста, просто потому что он дешевле. Нет, вы будете собирать Рембрандта, потому что логика коллекционирования, она совершенно своя, и об этом тоже будем говорить отдельно. Итак, условная NFT-арт называем, экосистема. Из чего состоит? У нас есть два основных игрока этой системы. Собственно говоря, это художники, которые, внимание, генерируют цифровое наследие. Вот это все, это цифровое наследие, человечество. Это важно. Эти люди выполняют огромную социальную миссию и функцию. Мы не забываем, это не просто люди, которые хотят продать NFT. В своей массе мы имеем креаторов. Очень важная социальная функция. Кроме того, эти люди, они, собственно, создают supply на рынке. Они создают предложение. Никто не создаст supply, не будет рынка. То есть они основные, очень essential игрок. То же самое коллекционеры. Они создают demand, то есть они создают спрос на рынке. Без них рынок невозможен. Кроме того, коллекционеры выполняют две других офигенно важных функции. Первое. Они создают работам value. Если коллекционер купил работу за 10 тезосов, за 4 эфира, он создал стоимость, ценность этой работы на рынке. Так работает. Так работает, пока не включатся кураторы, об этом позже. Но сейчас на рынке крипты работают так. Сколько оценили работу, купили, у тебя уже price record есть, дальше ты растешь уже от этого уровня. То есть коллекционер создает определенную value для той или иной работы. Следующее. Коллекционер состоит, что поведенческие паттерны на рынке. Есть такой Мо Шадлер. Это человек, который описал эффект художников-суперзвезд, который на самом деле базируется на очень простой вещи. Consumer is a Zerza consuming. Покупай то, что покупают другие. Приходит новый коллекционер на рынок. Я как хочу что-нибудь, что купить. Вот у моего друга коллекционера, миллионера Васи, есть художник Жора. Пойду-ка я куплю Жору. Это все превращается в снежный ком. И таким образом у нас есть художники-суперзвезды, которые на самом деле занимают порядка 10%. Остальным художникам очень сложно пробить этот барьер. И эта проблема сейчас для традиционного искусства. Рынок у нас, криптоискусство, децентралайз, все всем можно, и это здорово. И именно NFT, внимание, как инструмент, дает нам возможность вот этого социального лифта для художника. В принципе, сейчас, в сухом остатке, NFT создало возможность социального лифта. Вот с точки зрения экологии системы, это самое важное для всех вещь. Но, наверное, для художников она важнее, чем для других. Но мы понимаем, если we all are humans, если у нас речь идет о социуме, этике и возможности социального лифта, то NFT дает эту возможность. В традиционном арт-рынке с этим не так легко. Итак, у нас художники, у нас коллекционеры. Без этих чуваков вообще ничего бы не было. Дальше. Появился NFT, появился инструмент, и у нас появилась связи с этим что? Специфическая инфраструктура, которой нет в традиционном арт-рынке. Внимание! Это важно. Именно тут начинается различие с традиционным арт-рынком. И это важно понимать. И коллекционерам, и художникам, и людям, которые создают эти продукты для этого рынка. То есть они должны понимать, какой их функционал, где их место, в чем их ниша. Значит, из специфической инфраструктуры что мы можем выделить? Ну, маркетплейсы. Мы прекрасно понимаем, вот здесь вот был спикер, правда, кошелек представлял, Trusty Wallet, он говорит, мне нужны больше юристы. Условно, как бы, да, но это опять-таки другая тема, потом можно говорить. Но маркетплейс нам что сделал? Он может подтвердить провинанс, он может помочь сменеджить художнику свою интеллектуальную собственность, перевести деньги, задисплеить вашу работу, сделать ей небольшой маркетинг, сделать описание, сделать primary in-house curation. То есть эти все функции выполняет огромный вот игрок-маркетплейс. И это важно. Есть маркетплейс NFT? Замечательно. Не было бы маркетплейса, но как бы можно заминтить работу, передать на холодном кошельке коллекционеру и получить деньги наличным. Некоторые так и делают, кстати. Ну как бы можно, но неудобно. Знаете, без ног тоже можно жить, но неудобно. Пять минут, Таиса. Да. Поэтому это важно. Следующая история. У нас кошельки, обслуживающая инфраструктура и так далее. Та же тема. Блокчейн, бриджи, все сюда. Маркетинг. Маркетинг и дата рекордс. Мы не можем сейчас сделать индексы для арта, как мы делаем это для других криптоинструментов, потому что дата рекордс в арт-мире не открыто. И этому есть объяснения традиционные. То есть коллекционеры не очень хотят дисплеить иногда, чем они владеют. Иногда факт владения скрывается, иногда некоторый провинанс непонятен. То есть с дата у нас на этом рынке не будет, как с обычным, ну, с анализом ринга криптовалюты. Медиа. Традиционные медиа, это важно. Они дают нам инструменты для публицизти, коммуникации, но Twitter это комьюнити тул. Для криптоарта это комьюнити тул. Это не просто медиа, это важно. Традиционный арт-рынок. Зашли большие аукционные дома, а у них куча своих функций, похожих на marketplace, только еще у них здесь valuation, экспертиза, storytelling и прочие вещи. То же самое музеи. Что такое музей? Криптоарт-музей, диджитал-арт-музей. Музей это институция, кодифицирующая ценность, кодифицирующая смысл, причем ценность не денежную, value. Я говорю, ну как бы a value is moral. И эти институции важны. Кураторы. Кураторы это не те чуваки, которые сидят на платформе и говорят, твоя работа подходит, твоя работа не подходит. К сожалению, сейчас это выродилось очень часто в эту функцию. Это неправильно. Куратор это который говорит художнику, тебе не на этот marketplace, а на тот. Вот это твой коллекционер, вот этот так тебе нужно, вот так мы тебе можем помочь. И куратор это человек, который определяет внимание. То, чего не хватает в системе сейчас. К сожалению, мало времени об этом поговорить, но это как бы повод для дискуссии. Во всей этой истории должно быть некий code of conduct, good practices, есть этика, которая, если это все захочет и будет иметь тенденцию оставаться децентрализованным, и для этого не нужны будут институты какие-то специальные, для этого никто не должен этим руководить, нет правительств, нет никаких больших кто-то, кого-то, кто будет говорить, как жить, то в этом, во всей экосистеме должен быть консенсус относительно того, как вести себя в этой системе этично. Потому что тогда система упорядочивается немножко сама по себе на основе консенсуса, в ней понижается энтропия, она становится устойчивой. И вы делая свои продукты для этой системы, и вы будучи художником, вы сможете продаться и сегодня, и через 5 лет, и через 10. И последнее, что я хочу, ну как бы важный момент отметить. Сегодня большая часть NFT-арта коррелирует с ценой биткоина и больших криптовалют. Если оно так и будет дальше, рано или поздно случаются большие коррекции, все это пойдет вниз. Эта экосистема выживет, когда арт будет продаваться за свой так называемый intrinsic value, за настоящую стоимость искусства, как искусство. И только определенные люди, кураторы, историки искусства и так далее смогут помочь определить эту стоимость. Но тогда, почему это хорошо для художников? Потому что это оторвет от цены биткоина и коррекции не будут так страшны. Собственно говоря, мой поинт в том, что вот это все большая система. У каждого в ней есть место. все эти профессии нужны, важны и важно найти какие-то общие принципы, на основе которых сложить good practices и code of ethics. Этический код поведения на этом рынке. И, собственно говоря, мне кажется, что это тема для очередной большой дискуссии, которая ждет нас в течение нескольких лет. Метаверсы и комьюнити я не успела рассказать, но мы понимаем, что это вообще отдельная вещь, которая существует только в новых технологиях, ее нет в традиционном арт-рынке. Вот у меня все. Великолепная классификация рынка. Ничего подобного никогда я не видел. Вот что значит логическое мышление. Ну, по поводу intrinsic value мы с вами, как экономисты, подискутируем в кулуарах. Таис будет еще через 15 минут в панели. Не прощаемся. У нас есть, ну, буквально минута на быстрый вопрос, если есть. Если нет, есть рука. Вот, да, уже задавала. Прошу. Сейчас к нам подключается следующий спикер онлайн в данный момент из Берлина. Ну, а мы будем финалить здесь. Спасибо за лекцию. Дуже цикаво было. Скажите, пожалуйста, мне цикаво, зараз твою ценность работы ну, как художника вызначает арт или популярность продаваться работа художника. Есть то, что называется price record. Это в традиционном арте тоже есть. Если как это должно быть, не должен быть один фактор, который обозначает стоимость работы художника. В конце концов, должна быть ценность работы художника. художественная ценность, которую вам помогут определить криптомузеи, кураторы, люди, которые делают это профессионально и которые, в принципе, могут, не продающиеся художников, могут позволить себе прийти и сказать, вот это жемчужина, которую просто еще не раскрыли, а это художник. Вот профессиональные люди могут позволить себе так поступить, иначе цену будет определять только рынок. Сейчас в основном это рынок. Но это не хорошо, не плохо. Это просто стадия эволюции. Аплодисменты Таири Спода. Мы продолжим с ней дискуссию через 15 минут в панели. Пока к нам подключается следующий спикер Right now from Berlin, Germany. Стефан Ван Кюк, Мэра Волс, Берлин. Важнейшая тема How to communicate and market your NFT project. Total important topic, Стефан. Are you hearing us okay? Yeah, I hear you. Okay. Yeah, you can hear me too then. So, all the whole is watching for you at night. You don't see us at, I don't know, do you see us or not, but we hear you well. So, please start your talk. You've got 15 minutes for your brilliant talk. We are listening to you carefully. Thanks, guys. Glad to be there. Somebody needs to send me a picture of this because I cannot see what's going on. But thank you for having me. I am Steffan Quick and I am the head of marketing of MetaWalls. I'm just going to go real quick, explain my story real quick because it makes a lot of sense within the marketing strategy that we're using for MetaWalls and for NFTs. So, I was born in Switzerland. I moved to New Zealand when I was a kid. Then I moved to Brazil. And when it was time for me to go to university, I moved to Argentina where I decided that I wanted to be an artist, but I ended up going to marketing school because of, you know, my mom thought it would be better to make money. So, I ended up doing marketing and my art career on the side. And while I was trying to do my art career, I tried to go to galleries and show my art and they didn't know who I was so they said, like, no, thank you. At the same side, I started hanging out with the street art crews from Buenos Aires. So, I started doing street art over there and I very quickly became part of an amazing community of artists there. And with that community of artists, I started organizing exhibitions myself instead of waiting for the galleries to, you know, give me this opportunity. I would go and do the exhibitions myself and organize them with the artists from my community. So, this led into opening an art magazine for their own road, an art gallery. And then I moved to Berlin and brought my favorite artworks and started this whole process again of doing exhibitions and everything. And at some point, I ended up, you know, creating this huge community of artists and, you know, doing exhibitions with them and, you know, activating them as a community. And we were ready to do a bunch of exhibitions in 2020, but, well, Corona happened. So, during that year, I started doing a lot of research and by the beginning of this year, I ended up in NFTs. So, a community of artists from all over the world plus NFTs. We started doing exhibitions and investigating and teaching each other about this ecosystem. and, at that point, I, you know, became, I started to get contacted by startups and NFT projects to help them, you know, promote and build up their project. And one of them ended up being MetaWalls, where I have the immense pleasure of leading their marketing team. Very quickly, MetaWalls is an online gallery for street art NFTs from artists from Berlin. So, we grab street art that we love and we fractionalize it into pieces so our community can collectively own these co-NFTs, we call them, and that way, you know, collectively support the works of the artists that they love. But why am I talking about all of this? It's because community. community is the cornerstone of any NFT project.